Аэропорт Один из самых громких бизнес-конфликтов этого года с процесс продажи аэропорта Домодедова может разрешиться в ближайшее время У нынешних владельцев аэропорт могут выкупить близкие к Кремлю бизнесмены Сулейман Керимов и Олег Дерипаско По крайней мере так утверждают источники агентства Интерфакс По их словам, подготовка продажи крупнейшего авиаузла России поручена банку Goldman Sachs Именно этот банк готовил Домодедова к IPO на лондонской бирже весной этого года Тогда сделка не состоялась По официальным данным из-за плохих показателей фондового рынка По неофициальным из-за нежелания федеральных властей продавать режимный объект иностранцам По отношению к нынешним владельцам власти весь этот год проявляли недовольство Сначала президент Медведев, потребовавший установить владельцев комплекса Домодедова не раскрывает акционеров Затем Следственный комитет, вызывавший предполагаемых собственность Устренников на допрос о спорах вокруг Домодедова Антон Жилнов Антон Да, добрый вечер коллеги Еще осенью этого года менеджмент группы компаний Домодедова все вместе входят в структуру DAME и Limited охотно говорили о планах развития комплекса до 2015 года Это и расширение внутреннего и международного терминалов увеличение стоек регистрации строительство третьей взлетно-посадочной полосы и наконец создание вокруг Домодедова аэрополиса целого города в котором аэропорт станет главной узловой точкой Бюджет DAME и Limited закладывали до 2020 года и одних вложений средств компании на эти 11 лет 106 миллиардов рублей плюс деньги Московской области и иностранных авиакомпаний федерального правительства владеющего частью объектов например взлетно-посадочными полосами Учитывая ситуацию вокруг аэропорта журналистов тогда интересовало одно а согласованы ли эти планы с Минтрансом и Кремлем? Нет, мы не обсуждали проект с федеральными властями властями Московской области и Москвы как сказал выше, нам надлежит это сделать и как мы думаем, поскольку проект представляется привлекательным не только для нас но и для субъекта федерации и Российской федерации мы ожидаем, что он будет поддерживать Дмитрий Каменчик, а также члена наблюдательного совета Домодедова Валерия Когана называют владельцами аэропорта по документам, подготовленным для продажи Домодедова на лондонской бирже этой весной Каменчик был стопроцентным бенефициаром после этого компания на вопросы о собственнике не отвечала ссылаясь на то, что Домодедова закрытая структура так как они опасаются рейдерских атак Действительно, по правилам лондонской фондовой биржи компания, делающая первичное размещение должна объявить структуру собственности а также лиц, которые относятся к UBO, ultimate beneficial owner и мы так и сделали информацию мы разместили на сайте лондонской фондовой биржи но мы не стали открытой компанией и наша политика не разглашает информацию о собственниках Весь этот год власти на уровне президента выражали недовольство, что компания DME Limited зарегистрирована в офшорных компаниях на Кипре и острове Мэн О непрозрачной структуре Домодедова в статье для газеты New York Times отозвался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков а вчера и сам Путин заявил вывод стратегических отраслей российской экономики из офшорной тени приоритетная задача правительства случайно или нет, но сообщения о продаже Домодедова появились несколько часов спустя после этого заявления впрочем, премии администрации аэропорта и федеральных властей возникали не только из-за офшоров и непрозрачной структуры собственности это и многолетняя тяжба с росимуществом из-за якобы незаконной приватизации части объектов в этом споре, кстати, выиграл менеджмент аэропорта а также прошлогодний ледяной дождь реализовавший работу комплекса и январский теракт тогда в международном зале ожидания погибли 37 человек а Минтранс попытался внести поправки в законодательство по которым ответственность за подобные происшествия будут нести отныне собственники аэропорта летом в офисе компаний прошли обыски как признался в неформальном разговоре сам Каменщик ФСБ и исследователей интересовала информация о собственности аэропорта а не об обеспечении безопасности добавлю, что на допросе в следственном комитете Каменщик сообщил, что у Дободедова не может быть единого собственника так как в группу DME Limited входит множество компаний ну и отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве с федеральными властями Каменщик всегда добавлял, что они отношения хорошие и продуктивные иначе аэропорт бы не развивался впрочем, перспективу повторного выхода на IPO или продажу аэропорта другим лицам бизнесмен никогда не отрицал Ситуация не изменилась на повестке дня вопрос IPO не стоит было бы неправильно сказать, что мы исключаем но на сегодняшний день на повестке вопрос IPO не стоит по данным источников интерфакса среди возможных покупателей Домодедова близкий к Кремлю бизнесмен Сулейман Керимов также называется компания Олега Дерипаски базовый элемент и Сбербанк ориентировочная стоимость сделки 7,5 миллиардов долларов эксперты рынка говорят о том, что власти не допустят ситуации когда главным аэропортом страны станут владеть иностранцы и именно это могло послужить причиной отмены лондонской IPO в мае этого года пресс-служба Домодедова информацию о возможной продаже не комментирует коллеги спасибо Антон Антон Желнов о том, кому достанется аэропорт Домодедово